150 тысяч километров пути, более 30 экспедиций за три с половиной года съемок, тысячи метров от снятой пленки. Работа в экстремальных условиях, от полярных пустынь до соляных озер, тяжелейшее испытание для людей и техники. Фото- и кинопроект «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века. Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино, а поезд – его основным героем. Среди огромного множества российских стальных магистралей есть одна, к которой рано или поздно стекаются все железнодорожные направления. Она идет через всю страну, с запада на восток, стягивая ее гигантским стальным поясом. Только в долгих железнодорожных путешествиях осознаешь подлинное величие Транссиба. Одного из признанных чудес во всей долгой истории строительства железных дорог. Транссиб, как явление глобальное, очень непросто для создания моментального портрета. Мы предприняли сюда несколько экспедиций в разные времена года. Каждая из них давала абсолютно новые черты к Транссибовскому портрету и новое понимание невероятной роли магистрали для современной России. Многие из наших путешествий не были напрямую связаны с Транссибом, но в итоге мы раз за разом оказывались на Великом Сибирском пути. Глядя на стальную лаву поездов, несущихся по заточенным как бритва рельсам Транссиба, осознаешь, что исключительно благодаря дороге нынешняя Сибирь, Забайкалье и Приморье стали такими, как мы их знаем. Что многие наши города за Уралом превратились в миллионники только из-за пришествия в таежные края стальной нити пути. Что без этой дороги не было бы и самой России, от Черного и Балтийского морей до самого Тихого океана. Железнодорожное путешествие привело нас, может быть, в одну из самых знаковых точек нашей страны. Здесь сходятся границы трех держав. Россия, Китая и Северной Кореи. Станция Хасан легендарная, о которой любой из наших родителей или дедов, мог бы рассказать много. Эта станция была очень на слуху в 1938 году. В том самом году, когда решили самураи перейти границу у реки. Собственно, на этой самой реке мы сейчас и стоим. Теперь именно здесь, в Дальневосточном Хасане, заканчивается Великий Сибирский путь, более известный как Транссибирская магистраль. Далее он становится трансазиатским и ведет ко всем крупнейшим индустриальным центрам Дальнего Востока. А мы начинаем отсюда наше короткое путешествие по российскому Приморью, где в конце 19 века был заложен первый камень в основании самой известной железнодорожной трассы на планете. Портовые города обычно имеют долгую и богатую событиями историю. Владивосток в этом смысле достаточно юный. Еще полторы сотни лет назад это место было глухой окраиной Китайской империи, отданной России в порядке концессии. Те редкие морские путешественники, которые описывали здешние берега, неизменно восхищались красотой и удобством бухты. Но удаленность от главных торговых путей сводила эти преимущества на нет. Теперь такое совершенно невозможно представить. Лесистые берега залива поросли домами. Берега природной гавани почти сплошь покрыты грузовыми и пассажирскими причалами. Общим числом более сотни. Сегодня Владивосток – главные тихоокеанские ворота России. Гигантский терминал, обрабатывающий львиную долю товара оборота из Европы в Азию и обратно. С воды хорошо видно, как плотно порт взаимодействует с железной дорогой, рельсы которой упираются прямо в бетонный молд. От берега Японского моря начнется наше путешествие по исторической части Транссиба. Путь от Владивостока до Хабаровска на поезде занимает примерно столько времени, сколько поездка между двух российских столиц. Путешествуя по приморской части Транссиба, не устаешь удивляться нерусскости бегущих за окном картинок. К насоби подступают рисовые поля и редколесье, напоминающие больше южноафриканскую саванну, чем пейзаж в одной из российских областей. Уссурийская дорога, по которой передвигается экспедиционный поезд проекта «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» оказалась одной из самых сложных в строительстве. Это только кажется, что наш состав плавно огибает каменистые сопки. На самом деле этот путь приходилось в прямом смысле пробивать среди отрогов знаменитого хребта Сихоте-Алинь. До основания срывались целые горы, чтобы дорога приобрела нынешний вид и даже украсила этот удивительный ландшафт. Легенда гражданской войны – город Спаск-Дальний. Между прочим, он стоит на Транссибе между Хабаровском и Владивостоком. И поэтому, кроме импозантного памятника героям-партизанам, здесь сохранились прекрасные образцы казенной железнодорожной застройки начала века, времен строительства Уссурийской железной дороги. Спаск-Дальний – типичный пример того, как небольшие рабочие поселки и паровозные мастерские из едва заметных точек на карте Приморья превращались в полноценные города. И происходила эта удивительная метаморфоза только благодаря магистрали. Дорога вливала в них новые жизненные силы. В этой некогда захудалой и пустынной окраине империи одновременно появилось много людей, возводивших городские кварталы буквально на пустом месте. Улицы Спаска-Дальнего, примыкающие к железной дороге, поражают нас четкостью планировки. Каменные железнодорожные постройки составили исторический центр города – ровесника Транссибирской магистрали. Конечно, белая оштукатуренная скульптура рабочего и работницы советского времени – это первое, что обращает на себя внимание. Но гораздо интереснее объект за спинами этого юноши и девушки. Это дом, построенный для семей железнодорожников в 1906 году. Дорога сразу задумывалась как невероятный демографический проект, сравнимый по масштабам с великим переселением народов. И потомки первых переселенцев уже считают эту землю своей родиной и даже не мыслят уехать куда-нибудь в другое место. Путь по европейской части Транссиба вплоть до Волги ошибочно считается самой малоинтересной частью Транссиба. Плоская равнина со смешанными лесами, привычные виды за окном. Но стоит лишь чуть внимательнее присмотреться, и оказывается, что визуальные чудеса великой дороги уже начались. Она проходит здесь, через самую сердцевину изначальной Руси. За бортом поезда то и дело проплывают головокружительные исторические пейзажи. Удивительно плотный, насыщенный железнодорожный ландшафт. Центр города Владимира. Подо мной река Клязьма. По ее первой террасе проходит главный ход железной дороги. На второй древней террасе стоит белокаменный Успенский собор. А напротив легендарная, необъятная, плоская мещера. Стальной путь Москва-Нижний Новгород был построен в стране одним из первых. Теперь это часть Транссибирской магистрали. Нижний называли карманом империи. Железная дорога лишь укрепила его в этом звании. К ярмарочной славе прибавился еще и статус крупнейшего транспортного перекрестка. Стальная река Транссиба пересеклась с нашей главной рекой – Волгой. Десятикратно подняв доходы здешних купцов и создав эти причудливые железнодорожные пейзажи. Нижний Новгород из тех российских городов, которые лучше всего видны с воды. И именно с воды очень хорошо видно, как неожиданно Нижегородский Кремль похож на огромного бурого медведя, который как будто свернулся в клубок на этих древних речных берегах. Город действительно многие века вел как будто медвежью жизнь, впадая в спячку зимой, когда река вставала и просыпаясь во всей своей силе, со всеми своими ярмарками и купеческой активностью, когда начиналась навигация после ледохода. И только железная дорога, о строительстве которой так долго просили нижегородские купцы и нижайше кланились государю, когда она была построена, она изменила этот биоритм старинного города. Это удивительный факт, но Россия – единственная страна, где люди временами живут в поездах, создавая внутри вагона свою небольшую вселенную. Поезд от Москвы до Владивостока движется шесть с небольшим суток. За долгое время пути пассажиры не только становятся временными попутчиками, но и настоящими соседями, коротая дорогу в продолжительных беседах и традиционных заботах о себе и ближнем. И мало кто из этих людей догадывается, что оказался на одном из тех великих технических чудес, с помощью которых изменяют мир. Попытайтесь представить себе общую длину всех вагонов и локомотивов, ежедневно проходящих по Транссибовским путям. Эта воображаемая линия немногим уступит расстоянию от Москвы до Владивостока. Бесконечные караваны древности не в состоянии были бы перевести и десятой части сегодняшнего грузопотока. Спальные вагоны ежедневно передвигают по рельсам пассажиров числом, равным населению крупного мегаполиса. Великие сибирские реки всегда были очень мощным изолирующим фактором в жизни народов. Иногда они полностью разделяли обитатели одного берега и другого. И Транссибирская магистраль коренным образом изменила географию этих необъятных земель, проложив единую нитку контакта, связи Запада с Востоком. Именно по этой ниточке сейчас с Запада на Восток мы и продвигаемся. Уже за Волгой ощутимо меняются транссибовские дистанции. Если раньше вдоль магистрали не было просвета от городов, крупных станций или хотя бы небольших поселений, то в районе Урала свободного от построек места гораздо больше. Дороги эти очень старинные. Строили их во второй половине 19 века уральские заводчики – богатейшие люди в стране. Ветки здесь основательные, исполненные на века. Царскому правительству стоило немало сил и средств, чтобы заставить здешних богачей уступить заводские дороги государству во имя великой цели. Масштабы транссибовских перевозок хорошо видны на гигантских сортировочных станциях, куда щедро свозятся знаменитые богатства Сибири. Это колоссальные сооружения, оснащенные по самым высоким и современным железнодорожным стандартам. Более 50 пар рельсов, по которым, как говорят железнодорожники, распускаются составы. Здесь все ездит. В постоянном движении находятся огромные массы металла и дерева. Все это лишь усиливает сходство с рекой. Тут имеются свои протоки и плесы, узкие стремнины и разливы, где ни на секунду не останавливается жизнь. На самом исходе осени мы отправляемся к еще одной крайне любопытной дистанции Транссиба, расположенной в нашем Забайкалье. Пройдя перевалы западного берега Великого озера, экспедиционный поезд выкатывается на грандиозную степную равнину, протянувшуюся на тысячи километров. Транссибовское строительство шло здесь по двум направлениям. Главный его путь проходил по российской территории в сторону Амурской области. А южное ответвление, знаменитое КВЖД, Китайско-Восточная железная дорога, пересекает государственную границу именно здесь, в Забайкальских степях. Вот когда все мы дружно поем в песне про степи Забайкалья, то далеко не каждый хорошо представляет себе, о чем идет речь. А речь в песне вот об этом. Вот об этих бескрайних просторах, продуваемых всеми ледяными ветрами. Просторах, которые находятся на стыке трех государств. Россия, Китай и Монголия. Транссиб строился из множества разных точек. В этих степях дистанция возникла одной из первых, еще в конце 19 века. Долгое время дорога спрямлялась или меняла свое расположение из-за возникновения новых гранит. Результатом этого стали несколько крупных веток, отходящих на юг от главного хода магистрали. В России придумано не так много по-настоящему надежных средств передвижения. Кроме поезда, это вот автомобиль УАЗ. Всего лишь несколько минут, как скрылось солнце, и ледяной холод охватывает каждого, кто оказался в этих безлюдных горах. Здесь проходит путь поездов от Транссиба в Монголию. Магайтуйский перевал считается одним из самых сложных участков Забайкальской железной дороги. Для того, чтобы его преодолеть, поезда приходится запрягать двойной тягой. Один локомотив идет впереди, а другой подцепляется сзади. Плоскогорье в районе Магатуя – одна из немногих возвышенностей, хоть сколько-то меняющих рельеф стешной степи. Через него протянута знаменитая Маньчжурская ветка, когда-то превратившая китайскую Маньчжурию из безжизненной окраины в самую промышленно развитую часть Поднебесной империи. И сегодня мы видим множество грузовых локомотивов, везущих тяжелые составы в приграничные районы Китая. Здесь же проходит поезд номер 20. Знаменитый литерный Москва-Пекин. Один из самых прямых потомков легендарного Транссибирского экспресса. Восточные и южные ходы за Байкальской части Транссиба расположены по границам заповедной территории, охраняющей в первозданном виде огромный кусок этой бесконечной степи. Даурский заповедник создавался ради птиц и уникальной сибирской антилопы Дзерен. И теперь сотни этих грациозных животных вместе с дикими верблюдами прогуливаются без особого страха перед людьми и проходящими поездами. Здесь мы стоим на территории Даурского заповедника, единственного в нашей стране трехстороннего природного резервата, который объединяет заповедник на нашей территории, на монгольской и на китайской. Это магический мир пернатых. Здесь собираются миллионы птиц, среди которых масса краснокнижных видов и среди них некоторые красивейшие виды планеты, такие как даурский и японский журавли. Вообще это удивительное место. Здесь живут птицы, люди, которые их охраняют. Еще здесь живут железнодорожники и пограничники. Эти земли – древнейший исторический перекресток, и старинные артефакты разбросаны прямо неподалеку от дорожного полотна. Порою они приобретают удивительные и смелые формы. Здесь уже наступила очень своеобразная забайкальская зима. Лютые ветра выдувают снег, и степная земля, промерзая, становится твердой, словно бетон. И нет ни единой складки, где можно было бы укрыться от ледяного холода. Мы догоняем наш поезд уже на самой границе Забайкалья. У административных пределов Амурской области. Ровная поверхность степей прерывается низкими предгорьями Амазарского хребта, и темп езды по дороге серьезно падает, по сравнению со скоростным Забайкальским участком. Внешний вид Транссиба здесь, пожалуй, наиболее приближен к тем временам, когда дорога проектировалась и строилась. Вот Транссиб – это настоящее приключение. Я думаю, что это самая приключенческая железная дорога мира. Вряд ли где-то еще можно попасть в такое место, где бы поезд шел по такому грандиозному рельефу, да еще описывая такие восьмерки и кривые, как на американских горках. Мы видим старомодные длинные петли на перевалах, давно спрямленные на других участках, и станционные помещения, стилизованные под русские терема. Местами лишь линии электропередач напоминают, что наша группа снимает Транссиб дня сегодняшнего. Единственный в России такой очаровательный случай – станция, названная именем-отчеством одного человека – Ерофей Павлович Хабарова. Дело в том, что здесь протекает река Урка, приток Амура. Именно по этой реке Хабаров со своим отрядом и спустился на ладьях в Амур, начав таким образом завоевание Амурского края. Как и в каждой вселенной, у Транссиба есть свой полюс холода, к которому сейчас приближается наш поезд. Он расположен почти на границе Забайкалья и Преамурья. Двухпутная дорога, загруженная как мало где. Здесь, как в горловине, собираются поезда из запада и с востока. Напряженность движения колоссальная, невиданная. Огромное преимущество для нас, фотографов, потому что всегда в кадре есть поезда, иногда встречные. Очень красиво. И сегодня, когда температура за окном опустилась к 30 градусам мороза, самое время начать главное фотографическое сафари нашей нынешней экспедиции. Скорее! Держите, меняйте. В нашей охоте за поездами есть много трофеев, но среди них трофей номер один. Это знаменитый поезд «Россия», номер один, дробь два, Москва-Владивосток. Поезд трехцветный, в три колор, российский он окрашен. И сегодня здесь, на этих забайкальских холмах, мы сидим в засаде и поджидаем свой главный трофей. Интересно, что в обороте все время находится целых семь поездов, семь составов России. И поэтому в разных точках нашей страны, России, можно встречать их на пути из Москвы в Владивосток и обратно. Сейчас мы ждем нечетного поезда. Это значит, что он идет из Владивостока в Москву. Все, вот, Мить, давайте. Работаем тогда, Мить. Давайте камеру вторую. Сегодня неожиданно наступил, по-видимому, завершающий киносъемочный день проекта «Россия из окна поезда». Поэтому печаль моя светла. Такая и погода примерно. Мы снимаем этот материал на перегоне между Сковородино и Благовещенском в Амурской области. Стоит самый конец ноября. Пурга, метель, как будто нам закрывает занавес. Невозможно в рамках одной передачи показать весь Транссиб. Мы делали остановки в местах, показавшихся нам самыми знаковыми для этой великой магистрали. На рельсах Транссиба начиналась наша первая экспедиция в рамках проекта. Сюда же мы прибыли и по окончании его съемочной части. Это была большая честная работа, в которую мы вложили всех себя без остатка. Длинный путь, проделанный вместе с нашим генеральным партнером ОАО «РЖД». ОАО «РЖД». ОАО «РЖД». ОАО «РЖД». ОАО «РЖД». ОАО «РЖД». О'РЖД». Продолжение следует...